Дом 2 Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Жара. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина, и это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. В нашем городке появились еще два одиноких сердца. Солнце больше не хочет быть с маем, но ее чувства к нему еще не остыли. И сегодня вечером солнце придется принять окончательное решение. Если она не поцелует Майя на выборе симпатий, значит между ними действительно все кончено. Но больше всех волнуются сегодня, наверное, Женя и Андрей. Ведь иногда один поцелуй может решить судьбу участника проекта. И если никто из девушек не поцелует ни Женю, ни Андрея, то, скорее всего, один из них покинет нас в этот четверг. Сегодня 457 день нашей телестройки. Андрей Чуев заявил, что на проекте нет той единственной, с кем можно было бы построить серьезные отношения. И он будет ждать прихода новой девушки. Но при этом Андрей вовсю флиртует с двумя участницами, у которых уже есть молодые люди. Ольгой Десятовской и Аленой Водонаевой. Кстати, Алена и Стёпа официально объявили на лобном месте, что они опять вместе. Но надолго ли покажет время. В распад одной из самых долгих пар на проекте «Солнце и Майя» ребятам трудно поверить. И все надеются, что они все-таки померятся. Гуляй, гуляй. Я буду гладить, работать, мыть, готовить. А ты загорайся. Еще никто не видел, что старый больной грузин сам что-то делает. Больной старый грузин у нас самодостаточный человек. А женщине надо забирать. Правильно? Да. Я хочу, чтобы у меня была самая красивая девушка в мире. Что самое красивое? Девушка в мире. Ну так. Поэтому она не должна мне стирать, готовить. Ну так не надо мне тогда упрекать в это. Нет, я щучу. Должна только загорать. На. Я, Моненька, хочу попробовать. Дай попробовать. Нет, подожди. Дай попробовать. Тебе что, жалко, да я в дубах-то? Мне не жалко, но я хочу попробовать. Раз ты для меня тоже взяла. Тебе жалко, да я в дубах. Принцип, понимаешь? Я тоже хочу попробовать. Такой принцип. Ты сначала узнай, какой я йогурт ем. А я и спросил. Я и спросил. Надо богатый йогурт ем. Надо богатый йогурт ем. Надо богатый йогурт ем. Да мне да еще, я тоже хочу попробовать. Желок. Стоят вон эти йогурты, их никто не ест, блин. Вот теперь жри сам. Дай скажи, это убирать будешь. Что? Ты же убирать будешь. И что дальше? Ничего. Смысл? Не, не трудно убрать. Ну и все. Сейчас еще этот маму не добавлю. Там где-то у него. Забышенки добавить? Марину давай. Андрей. Не, не, я могу. Почему? Не, 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 не. Я не могу, не, 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 не. Господа отдыхающие, счастливо. Что вам принести, я знаю, знаю. Хорошо. Ладно. Лучше позвайте мне удачи, а то креветки, шоколад. Хорошо. Не забудь, что я сказал. Да, давай. Все. Приди себя прилично. Жаба душит, блин, то что я йогурт взялать не съела. Старуха, хватит бурщать. Сам старик, сейчас как дам тряпкой по морде. Старуха, ты что это? Только попробуй, Настя, ты же знаешь, я чай на тебя выляю. Кипяток? Легко. Ты хочешь проверить? Закрой свой рот. Понятно? Вот так вот. Ты старик, ясно? Ребята. Старуха, бурщи уже три часа прошло. Потому что ты не дал мне съесть йогурт. Я не дал? Извини, я переверну. А вдруг ты мой йогурт села? Я переверну. Я переверну. Ты пожалела йогурта, да даже если я твой йогурт бы съела. Ну и что? А я проснулась сегодня. Я вообще не хотела искать его йогурт. Так хорошо. Своё родное. И мы тоже так же, наверное, заселялись, как свой. Конечно. А у меня вообще, когда заселялись, не было такого ощущения, что мы оттуда выезжали. То есть, вот оно всё моё, 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 всё. Как будто бы просто там... Ну, езжай куда-то. Да, у него он какой-то там был. То есть, нету, не было ощущения того, что я его теряла, там, да? Что-то не моё, моё полностью так уж как было. Сынка. А у меня это жалко всё моё. Никому не отдам. Очень крутая профессия, мне очень нравится. Спасибо. А вам, кстати, под спортиво страшно. Ваши, что Стёпа Солёный будет предоставать на институте. То есть, мы, если и будем, когда-нибудь вступать, если я когда-нибудь буду вступать, то моё солнце, а мы будем, сколько мы... У меня дело в том, что ещё есть там Давид с самой... С чего мы это рассмотрим? Давид и Оля. Мне кажется, у меня столько всего у них. Мне кажется, у них нормально всё. Да? Думаешь? Угу. Не, я рада за него, за него очень, наконец-то. То есть, Оля, это та девушка, которую он ждал, ты же свидания? Да, дело не в том, что там идеально она для него по жизни или не идеально. Ну, вот поскольку он очень ждал, поскольку у него была жажда и отношения, сейчас ему очень хорошо. Там посмотрим, да, но пока, мне кажется... Я сколько расскажу, когда он к ней тянется, целовать, она его отталкивает. А я, наоборот, вижу часто, что, наоборот, я не вижу, что пухнет, но всё время вижу, как она к нему. То она на нём сзади виснет, то она ему там что-то в шее там, а я наоборот. Значит, и так, и так всё нормально. Ну, да. Я уже соскучилась. Подавида? Угу. Серьёзно? Да, реально, вообще, я думала, не так будет. Не хватает? Угу. Не врёшь? Нет, честно говоря. Ох, ничего себе, интересно, а он как? Ну, ему-то там... Ну, просто ему некогда. Да, я думаю... Я думаю, что всё-таки он тоже скучал бы. Крылатые качели Летят, летят, летят. Зана, что再 разобрали? Заня, нарастись России. Крылатые качели Разлетят. Настя, я сейчас обожгусь, блин. А пока мы заказали эти Нарастись России. Нася, на-на-на-на-на-на. Сэмин! Ты сейчас не отмоешь. Сэмин! Ты знаешь, когда я говорю, что я шутить не буду. Сэмин! Ну ничего же не развилось. Давай вытираем, где развел. Где? Мам! Крылатые качели, качели. Зая, вытерь вот это шоу. Летят, летят. Зая. Нам расти еще расти. Только небо, только лето. Только радости. Только небо, только это. Только радости. Летая, выше ели, ели. Имея, да я преград, преград, преград. Скажи мне. Приятного аппетита. Спасибо. Что на тебя нашел, Зая? Что на меня нашло? Что же на меня нашло? Что же на меня нашло? О-о-о-о. Тебе нужны эти отношения, они не мне нужны. Я тебе сказала, что мне нужен другой мужчина. И возможно, этот мужчина сейчас находится на проекте. Но если тебе нужны эти отношения, я тебе еще раз говорю, что я хотела просто, чтобы мы все вот это вот так взяли и выкинули то, что было за этот месяц. Ксюх, я веду Женю на тет-а-тет. Он для тебя одел супермодный лифчик. О-о-о. Красиво? Ну, все. Страшно, Женя. Это, Ксюх, для тебя она делает бюстгальтер модный. Я не взял с собой мою карманную. Он стесняется, Ксюх, так что будь с ним поаккуратнее, ладно? Здравствуйте. Женя, ну вот как так можно? Вот скажи мне. Ну что это? Дай сюда. Держи. Ну вот ты сам подумай, будут тебя девушки всерьез воспринимать, если ты носишь вот мюстик вот так вот. Ну, ты ж пойми, на другого, вот на Давида, чем, кстати, вы отличаетесь? На Давида бы они даже не подумали вот эту одеть штуку. А мы решили примерить с Андреем и... Хорошо, кроме примеряний женских бюстгальтеров, мы что-то еще тут делать будем, Женя? Скажи мне честно, чтобы я просто понимала. Честно? Ну, девушки, как видишь, то есть ни одна девушка на данный момент на проекте мне не подходит и отношения строить никаких не собираюсь. Если же придет девушка, ни ко мне, ни ко мне, не важно, которая мне понравится, то... Я и пришел сюда за этим, чтобы реально построить любовь. Ну, уйти не боишься? В такой ситуации. Вот... Когда девушки нет и не намечается. Уйти не то, что не боюсь, ну... Как сказать... Грустно будет уйти отсюда, грустно. А почему будешь грустить, Женя, если девушки здесь нету? Потому что пришел... Нет, грустно мне будет, потому что пришел я сюда за девушкой и ничего у меня не вышло, ничего не получилось и... То есть я не выполнил свою задачу и просто... Но сегодня еще есть шанс, сегодня предварительное голосование. А смысл предварительного голосования? Я не вижу в этом никакого... То есть ты думаешь, для тебя это голосование предварительно ничего не изменит? Ты останешься один? Ну, да, а кто может за мной встать? Только я не знаю, Марина, а что... Ну, что Марина встанет за тобой? Нет, это я так как просто сказал. Я не думаю, что за мной кто-то встанет. Я думаю, что я сегодня останусь один. Итак, сегодня у нас задача, самая трудная из всех задач, которые были когда-либо на телепроекте Дом-2. Конкретно, нам нужно отшкурить вот эту стену. Рабочих материалов у нас всего две штуки, поэтому шкурит сегодня у нас Оля Бузова и Алена Водонаева. Они вдвоем работают. А все остальные встают сюда в круг, и мы играем в миг-миг! Почему ты в женских очках? Что у вас сегодня женский лифчик? Женский лифчик. Женя пришел в женском лифчике, ты в женских очках. Что ты считаешь, нормально? Где ваша мужественность вообще? Мне просто нравятся красивые вещи. Для меня не важно, женские они или мужские. Знаешь, это не очень хорошо для мужчины, когда ему нравятся красивые вещи. Если тебе это не нравится, я их сниму. Мужчинам должны нравиться красивые женщины, а не красивые вещи. Красивые вещи должны нравиться женщинам. Красивые женщины в красивых вещах тоже очень нравятся. Ну, ты-то какое имеешь отношение к красивым женщинам? Я больше не буду все виноват. Не знаю, что тебе сказать. Хорошо, скажи мне лучше другое. Как ты думаешь, встанет за тобой сегодня кто-то? Я думаю, что нет. А Марина? Думаю, что все-таки нет. Но она понимает. Ты знаешь, если практически с любым участником разговаривать ни о чем, то каждый день, подходя к бассейну, мы не можем найти общую тему для разговора. Если мы не можем найти общую тему для разговора, то я думаю, вряд ли у нас получится какие-то отношения. Смотри, при всей твоей внешности интересной, при том, что ты не глупый парень, почему ты остаешься один на первом же голосовании? Может быть, ты ошибся в чем? Да нет, если я внешне привлекательный и интересен и не глуп, так сказать, но нет той девушки, которая бы стала за мной, дело не во мне, а дело в девушках. То есть девушки у нас здесь все страшные и глупые? Да не страшные, хорошие, но я же тебе говорю, мы должны подходить во всем. Ну, если я симпатичный, она симпатичная. То есть не видят они в тебя то, что должны быть? Да, вот, вот я с тобой абсолютно согласен. Давайте, давайте, играем! Давай, еще раз! Давай, поехали! И побыстрее сразу! Трампа-пам! Трампа-пам! Гули-гули-гули-гули! Трампа-пам! Саляни! Саляни! Гули-гули-гули! Трампа-пам! Трампа-пам! Гули-гули-гули! Трампа-пам! Саляни! Саляни! Гули-гули-гули! Трампа-пам! Трампа-пам! Гули-гули-гули! Саляни! Саляни! Гули-гули-гули! Трампа-пам! А ты, Марин, что против кого будешь голосовать? Против него. Против меня? Нет, против него. Спасибо, ребята, вы настоящие друзья. Я против него буду голосовать. Она говорит, против меня будет голосовать. Прикольно, да, звучит, когда во внимку режу. Андрюшечка, дождик. А я буду на женском голосовании голосовать против тебя. Ты не имеешь права против меня голосовать. Почему? Он не пришел. Нет. А я сказал, что я против Маринки никогда не буду голосовать. Да. Май будет против меня голосовать. По-любому. Посмотрим, кто еще. Май неделю назад против меня проголосовал. Тоже не ждала, не думала, не гадала. Бородоль, ну вот. Чего? Он там заигрывает так же, там с Аленой, там. Я вижу, как он на тебя смотрит. Специально. Не говоришь, что он это чувствует? Да. Вот так вот. Понимаешь, что со мной так не общается. Сразу не так. Специально он же хочет. Угу. Так так всегда. Человек мне сказал прямо бла-бла-бла, если бы было там уважение. Ну, у меня к тебе уважения нет, сказал мне ничего. Который заказ сказал? Ну, до того, как мы расстались. У меня к тебе нет уважения. Да. Я тебя не уважаю. А почему? Просто. Интересно, если бы сегодня было бы наоборот, чтобы он должен был тебя выбирать. Мальчик, я говорю, он достал? Ну, я достал бы. Ну, а что ты тогда говоришь, что он первых шагов никогда не делал? Мамка. Не больно. Конечно. Как раз он встал бы для того, чтобы опять потом ко мне 10 человек подошли и сказали, как он сильно. И вот всё. У нас с тобой год и месяц сегодня. И этот месяц был самым плохим за всё наше время, сколько мы с тобой общались. И я решила, чтобы мы с тобой написали сегодня, что было за этот месяц самого плохого, и чего мы никогда больше не хотели пережить и испытать. Закупорили всё это в бутылки и пустили это, чтобы никогда это к нам не возвращалось. Да, что мы с тобой засунем в первую бутылку? Я не хочу. Ну, самое страшное, наверное, самое обидное, это ссоры из-за недоверия. Да? Угу. Я хочу, чтобы мы всегда друг другу доверяли, и чтобы таких страшных вещей, которые были за этот период, больше не было. А из-за чего идёт недоверие? Из-за непонимания. Ты не воспринимаешь серьёзные отношения и не дорожишь. То есть недоверие от того, что я не дорожу нашими с тобой отношениями? Да, поэтому я тебе не могу доверять. Хорошо. Тогда я хочу тебе задать вопрос. Что для тебя важнее? Наша любовь или твоя игра в войну с Бузовой? Чё? Что для тебя важнее? Наши с тобой отношения или твоя игра в войну с Бузовой? Смотри, я, когда у нас с тобой есть отношения, когда у меня есть вообще отношения, я со своим молодым человеком привыкла разговаривать о наших отношениях и о том, что касается нас. Если эти два человека постоянно сплетничают у нас, постоянно говорят всякое дерьмо, то я могу сделать выводы, что у этих людей нет личной жизни, и они постоянно вторгаются в чужую. Допустим, сейчас в нашу с тобой. Если ты так сильно на этом зациклен, и ты настолько боишься как бы что-то ответить, то я нет. Зачем ты начинаешь поднимать какие-то темы? Для чего? Объяснили. Если я сейчас что-то для тебя делаю. Я хотела сейчас, чтобы мы с тобой написали то, что было за этот месяц плохого. То есть мне... Когда ты мне сказал, что я её не люблю, когда ты сказал, что мне она не нужна и так далее, там говорил ещё какие-то вещи, потом ты за эти вещи извинялся, и сейчас я хочу, чтобы этого не было, и чтобы это всё ушло в воду, и ты мне начинаешь говорить какой-то вообще абсолютный абсурд. Почему я тебе абсурд-то говорю? Я тебе говорю то причины, почему идёт недоверие. Чтобы в наших отношениях было доверие, я тебе говорю причины, по которым есть это недоверие. То есть ты мне сказал, что ты меня не любишь, послушай, потому что у меня война с Ромой и с Гузовой, да? Ну, это одна из некоторых причин. Так может, ты тогда будешь им говорить, что ты их любишь, и с ними будешь строить отношения? Ты зачем об этом мне сейчас говоришь? Хорошо, давай не будем рассматривать причины, просто напишем то, что нас не устраивает, и выбросим воду, не будем копаться. Нет, я тебе сейчас говорю вещи, которые были за этот месяц. Когда ты говорил, что ты меня не любишь, когда ты говорил, что я тебе не нужна, потом ты говорил, прости меня, пожалуйста, стоял, плакал возле бани, говорил, что давай там, какая же ты дура, давай возвращайся ко мне. Зачем ты сейчас? Мне эти отношения, они не нужны. Я подумала, что они нужны тебе, если ты их хочешь как-то спасти, там и сохранить, то вот, пожалуйста, давай, вот я нашла выход. Сделаем вот так. Ты чего так близко к сердцу-то все воспринимаешь? Ты можешь поспокойнее как-то реагировать-то? Алёна. Что? Ну ты чего, перестань. Ты чего так реагируешь-то? Как я реагирую? Ну как-то очень ты переживаешь по этому поводу. Тебе нужны эти отношения, они не мне нужны. Я тебе сказала, что мне нужен другой мужчина. И возможно, этот мужчина сейчас находится на проекте. И возможно, да, он будет меня любить и уважать. Но если тебе нужны эти отношения, я тебе еще раз говорю, что я хотела просто, чтобы мы все вот это вот так взяли и выкинули, то, что было за этот месяц. Красиво упало. Ну так хорошо, давай просто напишем. Зачем ты сейчас начал поднимать тему какую-то, тем более, которая мне неприятна? Зачем портить мне настроение? Степан Меньшиков одел свою самую нарядную рубашечку зеленого цвета. Роман Третьяков тоже приоделся. А это значит что? А это значит то, что сегодня наших дорогих молодых мальчиков будут выбирать наши дорогие и столь же молодые девочки. И поэтому мальчики у нас подготовились. Ну что ж, поможет это им или нет, мы узнаем прямо сейчас. Но сегодня, девчонки, испытание у вас будет необычное. Мариночка, продолжай, пожалуйста. А почему оно будет необычное? А потому, что с открытыми глазами любая дура, извините, найдет своего мужчину. Сегодня мы своего мужчину будем выбирать и находить с завязанными глазами. Итак, закрыли все глазки. Девочки, вы не волнуетесь? Волнуемся. Вдруг, вдруг залажаете, как говорит у нас Роман Третьяков. Залажаете и все тут. Особенно страшно Ольге Бузовой выбирать своего молодого человека. Я думаю, она никогда не догадается. Настя, смотри, не перепутай Сэмму и Ромку. Ну подожди, да, Сэмму и Ромку можно. Ну что? Сейчас так тоже. А-а-а! Девчонки, по тряпкам. Глаза завязали. Тихо, аккуратно, жалко прически-то модные. Да нет, прически. Ну что, дело черное, Маринина, дело сделано. И первой, с широко закрытыми глазами, у нас выйдет сюда один интересный молодой человек. Я попросила бы его выйти. Нет. Нет, уже не тебя. Ну что ж, молодой человек оказался не очень сообразительным. Надеюсь, в следующий раз он поймет, о ком идет речь. Поэтому я попрошу не менее интересного молодого человека выйти сюда. А что важно делать с ним, извините? Ты еще расскажи, что он у себя представляет тоже. Где он? А трогать нельзя, да? Он там, где нужно. Это не он. Это не он. Не признаю. Не признаю. Да, все. Это не то. Хочу жуков потрогать. Это зайчонок. Ну что, первый тест удался, Настик. Нашого твоего. Я не посмотрела, я тебя по запаху узнала. Молодец. Слушай, а Дашко опять жульничала или как? Нет, я по запаху его узнала. По запаху. Что, плохо пахнет, что ли? Нет, наоборот. Вкусненько и сладко. Молодой человек. Потанцуйте же со мной. Выползайте-ка сюда. Дракончик! Дракоша, иди сюда. Дракоша! Ну что это такое вообще? Я даже знаю, кто так середина. Дракоша, иди сюда. Как обычно. А мне тоже пикничку сувал. А я по запаху помню. Аленка, а я узнала по запаху, кто это. Чей одеколон. Я тоже. И пусть он идет туда. Туда. Это Сашка. А сколько радости? Как будто месяц не виделись. Вот как полезно иногда завязывать глаза. Ну что, я попрошу выйти сюда еще одного интересного человека. Неинтересных у нас здесь нет, девочки, сами понимаете. Ну хорошо, пусть выйдет неинтересный тогда. Ладно. Солнце, как скажешь. Все для себя. Он какой-то еще тихий. Тише воды ниже травы. Ты его уже сшупала? Нет. Кто здесь? А можно потрогать? Вдруг это мой. Что еще происходит там, а? Это котенок! Это котенок! Нет, это какой-то волосатый мужик. Какой же котенок? Это котенок, который украл парику Коши Куценко. Лисенький, я тебя узнала. И поскольку я тебя узнала, я кое-что тебе приготовила. Закрой глаза. Я бы не узнала, не дала бы. Закрой глаза, Ромка. Платформа, я делаю. Я хочу сказать, что... Ч-ч-ч-ч, любимый, мы с тобой вчера... Ой, простите, милый ужас. Не, не, тихо, я в нем буду. Берем, мы с тобой вчера здесь в домик. Я хочу, чтобы наша жизнь там была вкусная и сладкая, поэтому здесь тебе набор ягод. А еще я хочу сделать небольшой намек на то, что в доме, я считаю, в нашем всегда должны быть цветы. Это тебе. Да, намек про цветы понят. Да, кстати, про ягоды тоже, Ром. Ты и селедку в обл ударишь, а я и ягодки. Видишь, видишь, как мы хорошо живем? У нас все в гармонии. В гармонии, да. Ягоды и шлисты. Так, молодой человек, вы, по-моему, заждались. Идите к своей невесте. Он пинок под зад, кстати, получил, девчонки. Его надо жалеть сейчас. Роза это была. А мне кажется, кто-то догадался. Мое, не мое. Нет, не мое, но целую. Ого, ого, ого. Что происходит? О, спасибо. А расскажи кто-нибудь, что происходит. О-о-о! Ну, это дороже. Пойдем за сердечко. Они разрушились. Да, как-то даже неинтересно, солнце. Послушай, мы надеялись, что вы будете долго так мириться, мучительно. А вы так взяли и сразу. Да? Мирились, да? Нет. А почему мы не видим это? Я хочу подарить Майю деревянные сердца. Я сегодня стругала их весь день. Для дырками. А дырки-то почему? Для розы. Для дырёхи. Отправляйтесь. Ну что, дырявые вы наши. Давайте к парам поближе. Итак. Принц. Выходите. Принц с целлофановым пакетом. Принц. Ну, Яна, не мой принц. Да, твой бы с целлофаном не пришёл. Ещё бы. Чё мы с целлофаном не пришли? Догадаться, в принципе, легко. Нет, не мою. Он же лап, он же твой деревянный, он тебе не придёт. Я не плачал. Алена, вы же помирились, ты забыла? Ты ещё всё в образе, что вы в сопе? Да, ты забыла, что вы помирились? Ай-яй-яй, я буду... Подожди, мы не хороводы здесь водим, Аленочка. Мы любовь строим. Давай, походи. Давайте я сниму эту тряпочку. Остались Men in Black. Девчонки. Вот у них у всех чёрные рубашки, такие же, как ваши чёрные повязки, да и белые трусы. Ну вы хоть в позе водной не стоите, а то совсем как дуэт чай вдвоём встали. Давай, пакетики от чая. Ну тут кто порваненький, да. Кто более рваный. Рваный? Давай хоть натрогаемся вдоволь, а пусть потом уйдёт себе куда-нибудь. Прикольный ты, вообще хороший, слушай. Ну это, молодец всё. Ну потрогали, ладно, гуляй, да? Ну давайте второго уже пощупайте. Так, для проформы. А это ещё кто? Это проформа. Это проформа. Ничего проформа. Маленькая. Какая больше понравилась? Большая больше понравилась. А мне никакая не понравилась. Где моя деревяшка? Где ты есть? Где ты есть, мой птенчик? Я хочу тебя. Иди ко мне, персик. Иди ко мне, сладкий. Иди ко мне, скорей. Жизнь твоя. Я хочу, чтобы ты обняла меня. Обними меня, кукусичка. Кукусичка. Вот он мой. Ну что, все нашли друг друга. Тихо. Ладно, увидимся на лоб. Увидимся, да? Пока. Я ему сказала, что для меня это очень важно. Я вот в такие вещи верю. И несмотря на то, что были бы мы здесь на проекте, или на проекте нас не было, я бы всё равно сделала это в жизни. Представляю, что бы тебе сказал Стёпа, если бы это было за периметр. Наши ведущие настолько знамениты, что даже в лесу им не нужен фонарик, потому что везде папарацци. Ох. Но, знаете ли, если у вас ещё и папарацци будут такие... Встречайте! Как Саши... Знаменитости! Знаменитые папарацци Александр Нелидов. Ален, вот я не могу понять, то ли вы забыли сегодня на предварительном голосовании, что вы помирились, то ли у вас какой-то опять новый виток конфликта. Что произошло? Дело в том, что у нас сегодня якобы должен был быть праздник, потому что сегодня год и месяц наших отношений. Я решила, что вот этот месяц, который был, это был самый плохой месяц в наших отношениях. И поскольку Стёпа очень хочет всё вернуть, и чтобы всё было хорошо, я решила сделать ему сюрприз, вот как в старых сказках, в бутылки отправляют там по морю какие-то записки. И я решила всё самое плохое засунуть в бутылку вот эти записки, написать, что у нас было плохого за этот месяц, и отправить в воду. И когда я пришла туда, привела Стёпу, то он ничего не понял вообще, что я хотела. И я поняла, что этот человеку не надо, и всё. Я хочу сказать, что это был вообще мой последний шаг какой-то, когда я что-то либо делала для этого человека. А что, он как-то себя неправильно повёл, или что, смеялся над этим? В чём, что тебя обидело из его поведения? Я ему сказала, что для меня это очень важно. Я вот в такие вещи верю, и несмотря на то, что были бы мы здесь на проекте, или на проекте нас не было, я бы всё равно сделала это в жизни. Потому что я верю в приметы, и я считаю, что если во что-то очень сильно верить, то это обязательно случится. Если бы вы не были на проекте, ты бы проснулась сюда и сказала, Стёп, пойдём в бутылочку послания опустим. Не пойдём, а куда-нибудь поехали бы. Всё равно, когда какое-то торжество, я считаю, что надо начать... Оставляю, что бы тебе сказал Стёпа, если бы это было за периметром. Ты знаешь, он это и в периметре сказал Ксюше, и я говорю, что он так ничего не понял, это бесполезно всё. Я считаю, что больше нет смысла делать какую-то вообще ерунду, ко мне подходить. Стёп, вот скажи, пожалуйста, ну даже если ты не веришь в эти записки, не веришь в эти женские суеверия, ну неужели так сложно было сделать приятное Алёне? И подыграть ей в чём-то? Действительно, наверное, это моя беда. Я ступил, искренне сожалею об этом. Всё, ну ты каждый раз сожалеешь, поясничаешь, и при этом вот только вроде всё нормально. Кроме клоунады, что-то мы можем от тебя ещё ждать? Или мы сейчас опять будем в театре одного акта? Я искренне сейчас об этом говорю. Хорошо, а почему ты не мог подыграть Алёне, а не говорить сейчас на лобном месте? Мне показалось на тот момент, что я забылся о том, что правда не нужна, что нужно говорить правду, и чтобы решить конфликты в наших отношениях, я хотел дойти до самой сути, до причины возникновения их. Это каким образом ты до причины и до сути хотел дойтись? Ну, разобраться, почему у нас есть недоверие, какие-то недопонимания в отношениях, а не просто есть вот диагноз, засовываем его в бутылочку, и пускаем его. Просто мне кажется, если бы Стёпа хотел разобраться в этих проблемах, тогда он, наверное, сам бы меня куда-нибудь пригласил для разбирательства в проблемах, а я хотела сделать сюрприз, я хотела сделать на праздник вот такой сюрприз. Ну, действительно, Стёп, Алёна права в одном. Легче всего критиковать чью-то чужую идею. Если у тебя своя идея, то ты бы мог пригласить Алёну на своё свидание романтическое. Я искренне в этом раскаиваюсь, что я... Стёп, да ты всё время раскаиваешься, и в итоге ничего не делаешь. Ты каждый раз сидишь на лобном месте и в чём-то раскаиваешься. Может быть, пришло время не раскаиваться, а не делать чего-то? И вообще, если у вас сегодня какая-то дата, вы только недавно помирились, неужели нельзя прийти с букетом цветов, устроить праздник, а вот так, волоча белый полиэтиленовый пакет, выйти на предварительное голосование? Ты же обещал всё исправить, обещал измениться. Получается, что? Это всё было очередное представление? Это называется пустословие. Сейчас, Ксюша, тебе легко как бы вот сидеть и как бы со своей колокольней рассуждать. Всё правильно говорит, Стёпа. Ну, правильно, конечно, правильно она говорит. Всё вот так просто для тебя, всё легко так. Почему легко, Стёп? Я просто считаю, что если ты стараешься что-то, и если бы я старалась, и чувствовала бы свою вину перед человеком, с которым я живу, я бы старалась сделать какие-то сюрпризы, не знаю, как-то ухаживать, как-то всем своим существом показывать, что вот, я совсем другой человек. А тебя, получается, хватает на один день, да и то не полный. Что ты хочешь от меня? Стёп, я хочу, чтобы ты перестал извиняться, раскаиваться, чтобы ты не делал каких-то вещей. Понимаешь? Потому что просить прощения, это хорошо. Но этого стало очень много, а действий стало очень мало. Вот давай поменьше говорить и побольше делать. Мне кажется, Алёна это оценит намного больше, чем любые слова. Спасибо за совет. Низкий поклон. Мои солнца. Ну вот вы нас радуете. Понимаешь? У нас есть теперь некий контрбаланс. Можно даже проводить какую-то статистику. Когда Стёпа с Алёной ругаются, май с солнцем вроде как мирятся. Я сегодня увидела, наконец-таки, поцелуй. Наконец-таки фразу «Ну, моё всё-таки или не моё, а, видимо, моё». Я понимаю, что до примирения ещё далеко, но всё-таки это твоё, солнце? Всё-таки это моё бывшее. Ну ладно, судя по тому, как ты это говоришь, видимо, и будущее тоже. Ну, надеюсь, что нет. По-прежнему надеюсь, что нет. Ну, я даже вижу, как май у нас улыбается. Вроде всё налаживается. Да пусть улыбается. Чё ж? Да? Нет? Что заставило растопить твоё сердце, солнце? Ты уже совсем сегодня по-другому себя ощущаешь. Ты улыбаешься, ты весёлая. Так я всё время улыбаюсь. Пока как мы расстались, я сразу улыбаться начала. Что значит растопило сердце? Ничего не изменилось. Я не... Да, конечно, мы все увидели абсолютно ничего. Я не знаю, чем вы его смотрите. Как бы я изначально не собиралась игнорировать Майя как человека. Это не чужая мне человек, как бы, да? И... Он спокойно подходит и целует тебя в губы. Но почему бы с ним не поцеловаться в губы на предварительном голосе? Я его в губы не целовала. Я сопротивлялась. Тебя отцеловали, а ты не сопротивлялась. Я сопротивлялась. Слушай, у нас уже есть Алена, которая со Степаном не целуется. У нас такая формулировка уже. Степан её целует. Теперь у нас есть ещё солнце, которое тоже с Майем не целуется. Потому что Май её целует. Правильно? Сопротивляйте ещё. Хорошо. Нет, не сопротивлялась. Давайте ещё раз надписи, ребята, предлагаем. Нет. Ура! Горько! 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 Ты говоришь, что он плохо про меня говорит? Ну, по крайней мере, до нынешнего момента не особо хорошо. Сейчас тебя отключат. Ну, может быть. Очень интересно. Да? Очень интересная ситуация. Алё. Алё. Привет. Привет. Как вы идёте? Я не опасно тебе звоню? Нет, нормально. Как дела? Хорошо. Ты уверена? Да. Конечно. А чё? Чё нравится? Да. Ну, ладно. Ну, я... Мама, ты же знаешь, что если бы мне не нравилось что-то, я бы этого не делала. Видишь, Давид не торопится с объявлением, типа пара. Значит, он ещё не уверен. Да как это не торопится? Они как бы пара, но в то же время не пара. Он не говорит, что они пара. Он говорит, как только я боюсь я парой с ней, ну, тогда уже будем разговаривать там о заселении в доме, или ещё что-то. Так, подожди, говорит, что он плохо про меня говорит? Ну, по крайней мере, вот до нынешнего момента не особо хорошо. Сейчас тебя отключат. Ну, может быть. Очень интересно. Ну? Очень интересная ситуация. А, ты пойдёшь, разборки мы устроим? Нет, не пойду, но как бы... А что именно? Я просто тебе даю, чтобы ты это имела в виду. А что именно? Что, ну, надо же попробовать, ну, скучно же. Как бы, ну, надо же хоть как-то вот там вот чем-то заняться, типа. А-а-а. Ну, ну, вчера я думал о том, что их держит цель. Не. И лёгкая симпатия друг к другу. Ну, да. Они друг к другу симпатичнее, что Давид эффектный молодой человек. Ну, я говорю, лёгкая симпатия. Они друг другу нравятся мне. Ну, у них нет никакой искорки, я считаю. Никакой искорки нет. Я тебе про это говорю. Они нравятся друг другу. Давид хорош, Панин. Ольга хорошая, симпатичная девчонка с отличной фигурой. Я просто... Ни одни отношения, которые длятся так долго, год или больше, так скучно не начинают. Да. Папа, я не приветствую. Я знаю, почему ты пришел. А-а-а-а! Ты нам скрыл креветку и креветки. Смотри, вон твоя ку-кушка бежит. Нормально? Что ты такая красивая? Я не искушала, бейте себя. Я просто тебя целовала на стенке. А я тебя целый день носил. А теперь иди посмотри на себя. Привет! Сейчас скучились мы. Как дела? Нет вообще. Как красивая сегодня. Слушай, вы не поверите. У меня был концерт. Я пел в живем. Но кроме Давыда кричали всех имена. Но они узнали, что Дом-2? Собчак, Бородина, Рома, Оля. Всех кричали, кроме меня. И я пою. Привет! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!